МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! Наша супер уникальная телевизор для школьников снова с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И очередной из наших киндер-сюрпризов. Игра для самых младших. Ну, пока возрастная планочка у нас стоит на пятом классе. По-моему, младше в этой студии нет никого, я имею в виду, среди игроков. Пятые и седьмые классы играют очередной отборочный матч. Вот прям такие серьезные, вот, нахмуренные. Улыбнулись, улыбнулись наши игроки. Вспомнили, что это всего-навсего игра, но для них эта игра серьезная. Нужно, во-первых, победить соперника, а во-вторых, набрать как можно больше очков. Ну, про цифры мы говорим позже, а сейчас мы просто вспомним, что телерадиокомпания «Гомель» и «Гомельский областной» и исполнительный комитет – это как раз те две руки, которые поддерживают с обеих сторон нашу уникальную территорию, за что им низкий поклон. Ну, а где-то вдалеке маячат тортики и пироги от нашего постоянного партнера, от самомойки на солнечной, на объездной 4Г. Итак, внимание, представимся. Слева от меня команда 19-й школы, Данил Галушка, капитан. Работает с ними Вадим Олегович Лосев в 19-й школе. Справа от меня в синим команда Дениса Тимошенко, 69-я школа. А их воспитывает Олег Науч Лейнов, очень такой серьезный педагог и уже с огромным стажем. Внимание, начинаем с первой пробы сил и интуиции. Данил, блеф игра вы знаете, да, нет, кнопка, и самый интуитивный человек? Это Никита. Это Никита, понятно. Самый интуитивный и быстрый у Дениса? Я. Скромно как. Никита, протянитеся вперед. Итак, ваша задача согласиться с моим правильным утверждением либо поймать меня на вранье. Внимание. Верите ли вы, что император Петр Первый пользовался спичками? Прошу. Нет. Нет спички, извлекли позже, вы правы. Плюс 5 очков. Верите ли вы, что по правилам этикета банан можно есть елкой? Прошу. Да. Да, и разделывать и есть никто вам за это дурного слова на банкете не скажет. Играем дальше. Верите ли вы, что у царь Пушки самый большой калибр в истории артиллерии? Да. Да, конечно. Суперпушка, но стреляла она не ядрами, которые возле нее лежат, а каменным дробом, то есть картечью. Верите ли вы, что полуостров Калифорния принадлежит Соединенным Штатам Америки? Нет. Да, есть штат Калифорния, но полуостров Калифорнии американцам не принадлежит. Вы правы. Верите ли вы, что вот такая примета «Заяц дорогу перебежал» – это к несчастью? Нет. Да. Не бегали у вас зайцы через дорогу. Так что, если перебежит, разворачивайте и едьте домой. Это хуже черного кота в три раза. Итак, счет после блеф игры – 10-10 равная игра. Проводим. В дуэль-игра прослушайте темы пяти боев. Наша Беларусь. Все цвета радуги. Числа. Общее слово. И сказочные адреса. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя может взять. Вперед! Очень быстро решили. Вот да, успевает договориться 69-я школа. Синие наши. Итак, внимание, я обращаюсь к Даниилу Галушко, капитану команды 19-й школы. Красные. Наша Беларусь. Кто лучше всех знает? Михаил. Михаил. Верю. А в 69-й школе? У нас Ангелина. Итак, Михаил против Ангелины. Вперед! Наша Беларусь. Именно этих святых носит главный православный собор Гомеля. Опа! Двое святых. Друг на друга посмотрели. Какие святые? О чем вы? Петропавловский собор. Двоечники играем. Так прозвали полоцкого князя Всеслава. Прошу. Всеслав. Всеслав. Логично. А прозвище его? Понятно. Ангелина? Не знаю. Не знаю. Прозвище ее Чародей. Всеслав Чародей. Играем. В Вязанке находится дом-музей этого народного поэта Белоруссии. Ой, не знаю. Не знаю, прошу. Опа! Янка Купала. Играем. Лицкий замок. Лицкий замок имеет форму этой геометрической фигуры. Прошу. Квадрат. Квадрат, прямоугольник. Да, вы правы. Первые пять очков. И заканчиваем. Так еще ласково называют реку Березину. Как дерево. Береза. Береза – это абсолютно правильный ответ. И после первого боя игры счет стал 20-10 в пользу красных. Мы играем в следующий бой. Все цвета радуги. Пробежимся по спектру. А вот кто будет бегать по спектру от красных, скажет Данил. Пойдет Гриша. Гриша, готовьтесь. У Дениса. Катя. Итак, Гриша против Кати. Вперед! Гриша! 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 Внимание, внимание, внимание. Его еще называют красной планетой. Да? Марс. Марс, конечно же. Все просто. Человека с волосами оранжевого цвета называют. Фальстарт его называют. У Кати есть шанс. Катя. Оранжевым человеком? Оранжевым человеком. Да это рыжим его просто называют, Катя. Рыжих никогда не видели. Играем дальше. Так прозвали борцов за экологию. Цвет какой у них? Да. Зеленый. Абсолютно правильно, Катя. Молодец. В детской песенке он бежит, качает. Фальстарт бежит, качается у Кати. Очень строго за этим следит наш электронный судья. Прошу вас. Нет, не слышали? Катя, ответьте, а за него? Бычок. А? Бычок. Бычок. А какого цвета? Голубой вагон бежит, качается. И заканчиваем. Большие, длиннохвостые, лазоревки, московки. Все это птицы. Да. Голуби. Голуби. Голуби были в прошлой игре. А вот, а у нас, да, тоже какой-то цвет есть. Они такие разноцветные, с желтой грудкой и синий. А называется, Катя, я уже наподсказывал. Синички? Синички, конечно же. Итак, счет у нас после цветов радуги 25-20. Катя сыграла очень неплохо. Ну и следующий бой. Данил, числа кто считать умеет? Никита. Никита, а остальные не умеют. Понятно. Денис? У нас Борис. Хорошо. Никита против Бориса. Вперед! Согласно русской пословице, столько раз рекомендуется произвести измерение, прежде чем что-то укоротить. Прошу. Девять раз. Девять раз – неправильный ответ. Семь раз. Семь раз отверт, один раз отрез. Молодец. Сколько копеек входило в гривенник? Десять. Отлично. Браво. А в пятиалтынный – пятнадцать. Теперь вы это знаете. Согласно восточному календарю, каждому году покровительствует отдельное животное. А сколько животных всего? Да. Двенадцать. Двенадцать, да. АПЛОДИСМЕНТЫ На какое число в феврале раз в четыре года приходится праздник Святого Касьяна? Да. Двадцать девятый. Отличный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. Столько родных братьев было у жены князя Гведуны. Пальстарт. Прошу. Тридцать три. Тридцать три богатыря, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Счет стал 30-40. Вперед вышла 69-я школа. Играем. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вам даю три слова, а вы подбираете к ним общий эпитет, общие прилагательные, которые подходят абсолютно ко всем трем словам. Итак, внимание. Шар, бой, поцелуй. Да. Воздушный. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Голос, поклон, цена. Да. Высокий. Высокий голос, высокий поклон не говорят. Прошу. Алина. Три. Две. Одно. Ну, подарили вам ответ. Ну, если не высокий, то низкий, конечно. Низкий голос, низкий поклон. Да, ну, вы про высокие цены слышали, про низкие нет. Играем дальше. Любовь, огонь, мерзлота. Настоящая любовь, она вот как мерзлота, да. Синяя. Синяя. Сильная. Сильная, да. Есть шанс у Иры. Вечная любовь, вечный огонь, вечная мерзлота. Леди, дорога, логика. Да. Какая дорога, какая логика? Алина. Не знаю. Не знаю. Ира. Железная дорога, железная леди и железная логика. Играем. Век, уголь, сердце. Да. Железный. Железный только что было. Железный уголь не бывает. Прошу. Каменный век, каменный уголь и каменное сердце. Сердце. 30-45 впереди, 60 деток. Школа продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я называю адрес, я называю адрес, я называю адрес, а вы говорите, кто там живет. Лукоморье, дуб зеленый. Да. Кот. Какой? Ученый. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ А если бы выигрывали, я бы у вас не спросил, про какого кота. Я бы сразу сопернику отдал. И золотую цепь следом. Возле славного города Мурома, в селе Карачарове. Илья Муромец. Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ В доме на улице Колокольчика в цветочном городе. Фальстарт у вас, прошу вас, Данил. Незнайка. И его друзья, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ В доме 8 дробь 1 у заставы Ильича. Жил высокий гражданин по прозванию... Да. Дядя Степа. Каланча, да. Дядя Степа. Вы правы. Мумидол. А в Мумидоле Мумидом. Кто в нем живет? Мумитролль. Мумитролль, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ И после сказочных адресов 50-50 капитан сравнял счет. АПЛОДИСМЕНТЫ И тест-экран. Тест-игра. Централизованное тестирование для вас очень-очень-очень нескоро, через 4 года. Вы начнете бегать по рефекционным, и таким, и таким, и таким. Потом придется самое страшное, централизованное тестирование. А у нас уже вы можете получить тренировку, нажать на кнопочку и быстренько его пройти. Итак, на тест-игру кто идет? Идет Михаил. Миша, хорошо. У Дениса? Я. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и «А» – «изобретение», «Б» – «выбор» и «Ц» – «первенство». Прошу. «Б»? «Б» – «выбор». Вы не правы. Прошу. «Приоритет». «Приоритет»? Ну, вариант «А», «Б», «Ц». «Ц». «Б» – «О морали» и «Ц» – «О природе». Прошу. «О морали». «О морали», да, конечно, «О правилах поведения», «Законах морали человеческой». Вы правы. Аргумент – это «А» – «Довод», «Б» – «Согласие» и «Ц» – «Спор». Прошу. «Довод». Это «Довод». Приводите аргументы и с вами будут соглашаться. Продолжаем. Если «Спор» заканчивается взаимными уступками, тогда говорят «О» – «А» – «Переговорах», «Б» – «О виднении» и «Ц» – «Компромиссии». Да, прошу. «Компромиссии». «Компромиссии», конечно, вариант «Ц». 10 очков стоил правильный ответ в нашей игре. 75-70, чуть-чуть впереди девятнадцатая школа. Вот та прихотливая игровая фортуна. Слайд-игра у нас. Итак, слайд-игра. Картинка, буква, нужно назвать то, что на ней изображено. Даниил, кто у вас будет разглядывать картинки? Алина. Алина, хорошо. А у Дениса? Катя. Итак, Алина против Кати. Вперед! Алина! 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 Нажимать ничего не нужно. Смотрим на экран, говорим в микрофон, получаем 15 очков за правильный ответ. Ну, на подборе 10. Алина, начинаем с вами. Вы сторона выигрывающая. Первый слайд, прошу. Ну, пожалуйста, вот. Вот это вот особенно. Снято в Нью-Йорке. Буква А. Скорость не больше 5 километров в час. Понятно. На букву А это интересно. Прошу, может быть, Катя ответит. Тем более, пятая в Нью-Йорке. Пятая Айвеню. У них улицы называются Айвеню. Вдруг вы слышали. Играем с Катей, прошу. Как этих мужиков на букву Б назвать? Тихо! Битлз. Битлз, да, это было Битлз. 15 очков Катя приносит своей команде. Алина, я в вас верю. Буква В за вами. Как человека назвать можно? Ветеран. Ветеран, браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Катя, играем с вами. Прошу. Тут два слова можно сказать. Георгиевская лента. Молодец! Один из символов победы. Алина, кто перед вами? Буква Д. Дровощек. Дровощек железный, конечно же. Из фильма про девочку Дороти американского. У нас бы ее звали Элли. Катя, прошу вас. Пришло ваше время. Буква Ж. Тишина. Тишина в зале. Папе вашему, наверное, показывает его. Жезл. Жезл, конечно же. Прекрасно. Вот как папу вспомнил, сразу девочка врубилась. Алина, прошу. Алина. Что это? В школе неоднократно. Звонок. Звонок, конечно, литрический. Плюс 15. Катя. Рана. Тишина. Тишина. Жду, 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 жду. Ради бога. Италия, может. Италия ни в коем случае. Алина, тишина. Тишина в зале гробовая. Раз. Испания. Испания, да. 10 очков на подборе взяла. Буква К. Вдалеке красотень какая. Тишина. Раз. Два. Три. Четыре. Катя. Кратер. В микрофон. Кратер. Да нет. Какой кратер? Кавказские горы. Слышь, да? Кавказ там. И последний шанс у вас, Катерина, принести команде 15 очков. Тишина. Буква Л. Тишина. Лизинцы. Браво! Итак, после слайд игры. Удивительный счет. 130-130. Абсолютно равная игра. Следующий бой. Риск игра. Единственная игра. Единственная игра у нас, в которой есть штраф. Плюс 20, минус 20. Итак, внимание. Даниил, кого вы отправляете в бой? Себя. Хорошо, капитан берет все на себя. Денис? Ангелина. Итак, Даниил против Ангелины. Вперед! Даниил! 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 Темы риск игры повторяют темы нашей игры дуэльные. Итак, внимание. Наша, Беларусь. Тишина в студии. Никаких подсказок. Камеры очень строго за этим следят. Вам же самим будет стыдно, когда камера поймает и покажет на экране ваши подсказывающие губы. Как будет стыдно, как будете краснеть. Хорошо, умный, но с другой стороны, ага, некрасиво. Все, играем. Наша Беларусь. Этот орден вручает у нас многодетным матерям. А он так и называется Орден Материны, такой красивой синенькой колодочки. Играем. Все цвета радуги. Кровоподтек еще называют этим словом. Прошу. Синяк. Синяк плюс 20. Числа. Столько у нас в Беларуси городов миллионеров? Да. Один. Как один? А Гомель? 500 тысяч. Правильно, молодец. Город Минск, конечно же. Один миллионер у нас. Общее слово. Кот, кофе, море. Ну. Ну. Ребят, черный, черный кот, черный кофе, черное море. И заканчиваем. Сказочные адреса. Россия не уверяет, что он живет в Великом Устюге. Риснул. Ну. Дед Мороз. Серьезно? Дед Мороз, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ То вы и команда 61-й школы явные претенденты на финал. Но, может быть, в следующий игре мы увидим еще и не такое. Посмотрим. Посмотрим. Вернитесь на места. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДОДИСМЕНТЫ 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 Самомойка на объездной 4G на солнечной. Ну, а вам, дорогие мои, вот улыбающиеся, наконец-то улыбающиеся, красные, ну, немножко грустные, синие, но бывает, ребята, в жизни не только сладости, радости, бывают и поражения. Это жизнь. Итак, дорогие мои, смотрим наш сюжет дальше. Я уже говорил, следующая, последняя отборочная игра, и она многое решит для финала. Итак, внимание, смотрим нас. Набираем tv.argomel.by, смотрим нас на третьей кнопке в без пяти семь по пятницам. И самое главное, смотрим пятерку, получаем десятки, играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова